В отделении известно, что продукты отделения — это метронно-эскоричные ядры. Соответственно, также используются распад и вылетают антинитрины. Были эксперименты поставлены по поиску нитрина из реактора. Это значит, что должны образовываться, может быть, такие ваши фрагменты, которые бета-плюс распадчики. Вот вопрос в этом заключается. Возможно, вот такие метронно-дефицитные ядра образовываются как третьи фрагменты? Мы не наблюдаем, как мы представили эксперимент с хорошей точностью, не наблюдаем эти ядры. Ну, Владимир Владимирович, значит, ответ понятный. Значит, как Вы знаете, все мы верим в то, что цена отклонения от NZ в ядре, то есть в ядре циклубоскопах, она достаточно высокая. То есть, если посмотреть реальные распределения для изотопов по, так сказать, работы, которые делались на масс-сепараторах, то хорошо видно, что, так сказать, вот эта неизменность NZ в ядре, по крайней мере, так сказать, на уровне выходов до, не знаю, до десяток процента, достаточно хорошо соблюдается. Что происходит в экзотических монах и совсем на холостах, может быть, так сказать, репоза, о которой ты говоришь, так сказать, она имеет право томить. К сожалению, так сказать, видимо, наши эксперименты, по крайней мере, вот в той металлической постановке, которую мы сейчас имеем, вряд ли на этот вопрос ответят, потому что, понятно, что надо мерить не только массовый заряд, потому что, так сказать, изотопы, собственно, идентифицировать. Вот. Пока, так сказать, наши попытки, так сказать, осознать, что получается и обработать, они опираются на гипотезу неизменной зарядной плотности. По воспользованию аналогии между пластерным распадом классическим и вот такого типа тройным процессом. Все-таки физику тут надо очень резко отличать, потому что один процесс дает холодные продукты, а другой процесс дает горячие продукты. А горячие продукты оцениваются, ну, я понимаю, что могут быть не совсем термодинамические равновесные эффекты, ну, грубо говоря, хаузером Фетбухом. И влияние других, и, собственно, вероятность этого распада, она нормирована на полную сумму ширины, на вероятность. А в кластерном распаде, то есть в холодных распадах любого типа, в альфа-распаде и так далее, выключите альфа-распад, из этого никак скорость кластерного распада не изменится. То есть физика горящих по отношению к выходным продуктам и холодным процессам, которые идут через... Одни идут, в общем-то, зависят от плотности уровней над барьером процесса самого, а другие определяются проницаемостью этого барьера. Физика настолько разная, что я бы такое на выгоде проводил. Ну, в порядке извинительных слов, в кавычках, так сказать, по отношению вот к этой немножко, так сказать, я не говорю прерневременной, но, во всяком случае, имеющей право, с нашей точки зрения, на жизнь, гипотезы. Смотрите-ка, даже, так сказать, ну, сам распад изъятия Калифорния под барьерный процесс, не знаю, это раз. Второе, так сказать, хорошо известно, что не только в Калифорнии, и в том числе в Калифорнии, значит, имеют место быть истинно-холодное отделение. Когда, так сказать, с малой вероятостью, но рождается, так сказать, олова, это по мереной, так сказать, с точностью лучше, чем 100 кF, олова, которая рождается в основном состоянии и дополнительное, так сказать, тоже в основном состоянии. И, так сказать, всякие разные уловы, так сказать, теоретически, вообще говоря, так сказать, через запятую, эти процессы. а именно истинно холодное, бинарное отделение и кластерный распад, когда сам кластер имеет массу, насколько я помню, меньше 30, считают, что это альфа-подобные процессы. Поэтому, с одной стороны, с другой стороны, как вы знаете, после экспериментального открытия тяжелого медиа радиоактивности, прошло некоторое время, некоторые годы прошли, и теперь, вроде бы, принятая точка зрения, что имеют место быть как то, так и другое. То есть есть и алиоматическая вещь, которая зависит от массы кластера, такового. Теоретики, вроде бы, гниатах учатся, вы учите другому, в один из теоретиков. Вопрос, а когда вы получите 50 с этой темы, без аппетита? Ответ, значит, должен быть... В физико-энергии нужно 5 сигналов, чтобы сказать, что это сигналы. Значит, первые картинки, которые я показал, так сказать, они далеко за 6 сигналами, потому что тысячи сомнений померены. Значит, я благодарен, тем не менее, за вопрос в том смысле, что, смотрите-ка, значит, конечно, это вот, особенно в начале всего этого движения, такие вопросы были нормальные, разумные, и мы должны были на них отвечать, так сказать, совершенно корректные, не просто словами, но экспериментами. Так, короче, значит, эффект, по крайней мере, связанный с этим балком, он, так сказать, продемонстрирован на двух уровнях, если хотите, да, даже на трёх. Значит, первое, при отличной статистике, которая не вызывает никаких сомнений, так сказать, этого там сильно нечем говорить, так сказать, тысячи событий. Но именно потому, что это всё-таки большой прибор, так сказать, толстые фольги и так далее, всё немножко замазано, да, и кроме того, так сказать, этот вор, этот балк лежит на хвосте рассеянных событий. Со статистикой всё в порядке, но, так сказать, мутновато, видно, да, когда мы используем полупроводники, так сказать, мут пропадает, но статистика падает, и, тем не менее, мы видим те же самые эффекты, и, так сказать, не на уровне пяти точек, там, это, так сказать, даже сейчас речь идёт, так сказать, о сотнях событий. Другой вопрос, скорее, так сказать, критической точкой является регистрация вот трёх, конкретной трёх. Значит, вот боремся, хотя, так сказать, то, что мы их видели на реакции, есть и кинематическая составляющая, там просто из-за, ну, понимаете, ведро компаунд, так сказать, имеет непоненосную скорость, и даже если у вас было, так сказать, два объекта с чуть отличающимися скоростями, они, так сказать, в лабораторной системе будут расходиться, и это помогает нам, так сказать, их увидеть. Вот, но добавление энергии возбуждения, так сказать, меняет, если хотите, физику немножко, да, нас интересует всё-таки холодная система. Ну, вот, есть надежда, что использование новой техники, а именно флеш-кодировка и так далее, так сказать, позволит нам в этом отношении продвинуться. Спасибо. Спасибо.